Еще в недавнем времени состоялось открытие новой средней школы номер 9, расположенной в поселке Аэродром. Для юных жителей поселка это, конечно же, играет немаловажное значение, поскольку нынешний вид учебного заведения – это уютные классы, в которых можно спокойно получать качественные знания. Мурат Юсупов, директор данного образовательного учреждения, рассказал об общем ежедневном процессе работы. Здание образовательного учреждения состоит из трех этажей, на которых расположены 23 учебных кабинета. Общее количество учащихся составляет 533 человека. С помощью родителей, учителей, первым делом мы решили создать интернет-связь полностью по этажам. Для этого нужно было установить хабы, сейчас специалистов пригласили, он будет делать разводку. Установили везде, где возможно, жалюзи, но это большие средства тоже на это ушли. Видеонаблюдение – это шикарно. Но и когда создаются условия, хочется еще больше. Баграм Амиров – ученик выпускного 11 класса. Данная школа отмечает, что теперь учащиеся имеют возможность не только получать знания в комфортных условиях, но и проводить дополнительные практические занятия с различными опытами на уроках химии и физики. В принципе, намного лучше, чем в прошлой школе. Возможности больше появилось. Впечатление только положительное. И с учетом того, что у нас даже спортзала не было в прошлый раз, он сейчас появился хотя бы. Нуржан Алеева – учитель математики, которая преподавала в школе еще во время старой постройки. Отмечает, что работать в нынешних условиях – это одно удовольствие. Также и сами дети стали более внимательными и старательными в учебе. Дети уже вот себя, вот в старой школе же было очень тесно, коридор очень узкий, наверное, где-то ширина метр 30-метр 20. А здесь они вот чувствуют, что школа новая, что пачкать нельзя, что надо относиться бережно к этому, к мебели. Со стороны родителей тоже есть старание, чтобы их дети учились. Вот они тоже стали больше обращать внимание на учебу своих детей. Недавно сооруженная школа номер 9 продолжает свою работу в активном режиме. Новые чистые стены, аккуратные светлые помещения и оснащенные кабинеты с интерактивными досками – все это как для детей, так и для преподавателей способствует к еще большему желанию и старанию достижения хорошей успеваемости в учебе. По словам руководства, на всем этом не собираются останавливаться. Многое еще предстоит сделать и доработать. Но со временем все это разрешится. Алина Хасанбекова, Самат Гакаев, информационная программа «Полюс». Кто! Кто!